здрасте дорогие друзья с вами зинаида голубева рада вас приветствовать на нашем курсе открытки зимы и сегодня у нас водный урок предваряющий наш курс рассказ о подготовке материалов к рисованию начинаем из главного конечно с красок перед вами лежат краски которые написаны художественные когда вы будете выбирать краски гуашевый обратите внимание на эту надпись одним из самых лучших красок является краски санкт-петербург мастер-класс или художественная краска 12 цветов фирмы гамма обратите внимание она продается в черных коробочках давайте заглянем в наши краски если я открою красочки под названием гамма они мне уже открыты обратить внимание и я тут удивилась тому что краски некоторые которые казалось бы закрыты по сроку годности годные оказались немножко с трещинами это говорит о том что краски уже устоялись но их можно спасти заливает их горячей водой те краски которую дали трещину или которые вы чувствуете сверху есть корочка посмотрите внимательно как будто бы от края отошла красочка и это бывает 1 2 красочка в наборе я не знаю с чем это связано вот здесь у меня видно это очень хорошо на коричневой красочке нам нужно чтоб краски все были одинаково размешаны поэтому мы используем палочки палочки вы можете брать какие хотите это могут быть палочки для шашлыка это могут быть старые кисточки древки которые вы воспользуетесь вместо палочек и нужно перемешать эту красочку сначала вы заливаете горячей водой оставляете к примеру на ночь воду сливаете и тщательно перемешивайте красочку я вам сейчас покажу как эти красочки у меня подготовлено курсу но это рабочие мои красочки которым я сейчас давала курс открытки осени сейчас я палочки пущу вот это краски гуашевый мастер-класс и написано 12 цветов но я использую цвет цвета еще дополнительного характера например у меня дополнительный цвет который вам нужен на открытках зимы этот цвет который называется фиолетовый светлый раздобудьте пожалуйста такой цвет вы можете купить вам достаточно купить вот такой набор гуашевых красок из 16 цветов только когда вы будете их открывать не открываете две двое белил здесь пить и белила титановые в двух комплекциях вам это не нужно дальше здесь есть краски которые очень похожи вот я никак не могу понять зачем похожие две коричневые краски сюда идет в набор вот совершенно мне непонятно охристая краска коричневая есть а вот два таких светло коричневых цвета если вы не будете ими рисовать вы можете их просто вот у меня ими не буду рисовать я буду рисовать 12 цветами с дополнительным сиреневым цветом конечно вы можете их тоже открыть и использовать чем богаче цвет тем лучше дополнительные цвета всегда очень хороши и впечатляют в каждую баночку я добавляю палочку как только я закончила рисование палочкой вынимаю мою и закрывая крышечкой дополнительно капни в туда немножко воды но если вы рисуете постоянно каждый день конечно палочки вы не понимаете итак поговорим о дополнительных элементах первую очередь мы говорим о палочках палочки сейчас можно достать очень тонкие гибкие такие нам палочки не годятся так как гуашевая краска очень довольно таки плотная и состав ее дополнительно к пигменту добавлены такие элементы как гомоарабик и она довольно таки такая плотная поэтому пожалуйста и возьмите палочки что были достаточно плотные и не ломались теперь идем дальше нам понадобится бумага бумага более плотная гост это нарезанный ватман сейчас нарезанный ватман именно гостовского формата продается в наборах а4 и а3 так и написано папка для черчения к сожалению в альбомах сейчас нет такого качества листов поэтому альбомы мы не смотрим а берем нарезанные листочки а4 так как мы с вами рисуем только на а4 гостовская бумага белая плотная часто на ней видны водяные знаки если вы папочку откроете то вы можете увидеть водяные знаки гост такую папочку вы не берите потому что эти водяные знаки помешают и ваша картина будет испорчена достаточно того что бумага у вас качественная нам помощь понадобится бумага тонкая для описной работы несколько листочек два-три листочка на каждый урок потому что здесь мы будем рисовать композицию бумага гладкая карандаш очень хорошо по ней идет и приложив вашу картину с композицией вместе у вас получается методический материал которым вы сможете в дальнейшем воспользоваться нам понадобятся линеечки линеечки желательно прозрачного цвета линейка должна быть по длине 30 сантиметров или 35 теперь поговорим о дополнительных элементах таких как золото нам понадобится акриловое золото я использую акриловое золото золотой шелк фирмы тури это очень хорошие экологически чистые краски и буквально они разбавлены таким образом что красочка болт обратить внимание вот так болтается у них очень хороший набор цветового очень хороший этот пигмент он очень усиленный ни в коем случае не покупайте золотую краску гуашевую есть продаются гуашевая золотая серебряной краской мы их не берем вы можете взять акриловую красочку и ориентируйтесь на цену чем дешевле краска тем она будет хуже дальше если у вас краска вы купили например фирмы например художественной фирмы санет она вы поставили палочка она у вас густая очень не тянутся как вот сейчас у меня вот эта красочка она у меня тянется за моей палочкой и если вы ее купили вам нужно ее разбавить берете палочку по чуть-чуть добавляйте водичку чтобы у вас состояние красочки было такое жиденькой это очень важно нам для нашей дальнейшей работы конечно вам понадобятся ватные палочки ватные палочки тоже бывают разные поэтому хорошо бы иметь два вида ватных палочек потому что вы потом поймете как и чем они отличаются когда начнете их ими работать теперь о карандашах карандаши можно использовать твердые вот у меня два аж здесь на этом этот карандаш очень хорошо именно рисует нашу картину а вот то что мы будем с вами рисовать дополнительно в виде эскиза то мы вас возьмем карандашик например 3b вот 2 3b достаточно это для эскиза я беру самый мягкий 12b ну я знаю что в канцелярских магазинах продают не больше 8b карандаш фирмы кохинор желтого такого цвета с черным наконечником с коричневым или золотым пожалуйста возьмите 2 2 карандашиком твердый и мягкий если не найдете можно рисовать обычным карандашом hb только смотрите что карандаш у вас не гнулся и на карандаше сзади не было резинки потому что резинку нужно покупать отдельно мне очень нравится резинка спектрум у меня очень много различных резинок смотрите желательно чтобы они были каплеобразные или вот так вот сплющенный по бокам как мелок потому что очень удобно подчищать какие-то недочеты теперь поговорим о кистях какие кисти нам понадобятся кисточки нам понадобятся круглые и флейцевые флейцевыми называется плоские кисти круглые кисти это конечно же понадобится кисточка номер 2 самая основная кисточка для доработки мелких веточек птичек элементов листиков кисточка номер 2 она может быть не обязательно белка это может быть синтетическая кисточка а также вот очень хорошо себя рекомендовать для гуаши кисточки имитации белки которые вы можете заказать даже в нашей школе фирма альбатрос или купить себе их самостоятельно через интернет какие кисточки вам понадобятся у них другая номерация поэтому вам понадобится кисточка 8 и кисточка 10 соответствуют они нашему размеру 4 и 5 максимальная кисточка которая вам нужна будет кисточка номер 6 но я рекомендую даже вот кисточку номер 5 вот кисточка номер 6 но я думаю вот до шестерки от двойки до шестерки это ваш коридор вы можете воспользоваться синтетическими кистями номер 3 4 5 имитация белки акварель той же фирмы альбатрос в общем я берегу белочки и мне больше подходит имитация белки кроме тоненькой кисточки не обязательно тоненькая кисточка может быть для ногтевого сервиса очень тоненькие кисточки ими тоже можно воспользоваться а также у меня плоские флейцевые кисточки они продаются во всех магазинах старайтесь не брать крупную кисточку то есть вот совсем крупную 22 номер вам не нужна будет кисточка возьмите кисточку номер 10 10 это по ширине вот этого сплющенного металлического ригелька кончика металлического один сантиметр десятый номер вот приблизительно ориентируйтесь если у вас дома завалялась какая-то кисточка бывает от учеников остаются любая вот такая вот кисточка видите вот она даже лохматенькая не сплющенная вот вам не нужно даже будет и покупать и конечно поговорим о воде баночки которые вы ставите перед собой лучше иметь две штуки вот можно воспользоваться баночки из-под сметанки можно строительные баночки мне очень нравится большие вот две баночки набрали таким образом чтобы край воды вы видели не набирайте половинку воды и для закрепления работы очень часто надобится обойный вот такой вот скотч если вы любитель чтобы ваша работа четко была прикреплена к столу можете воспользоваться этой рекомендацией но я это не делаю так как работу я вращаю но знаю что многие художники предпочитают поговорим о палитре еще палитра у нас с вами и очень важная деталь к палитре это кафельная плитка или палитра ой палитра и тряпочка извините пожалуйста кафельная плитка может быть любого размера мне нравится прямоугольная любого цвета самое главное чтобы она была гладенькая вы можете найти остатки кафельной плитки это не проблема сейчас главное чтобы она не была шершавая и не была выпуклая она не впитывает краску раз она очень легко смывается гуашь с нее великолепно смывается плитка многоразовая достаточно иметь две таких плиточки потому что иногда в работе нам требуется работа с темным цветом и со светлым цветом вы эти палитры будете чередовать вам их очень надолго пригодятся теперь поговорим о такой важной детали как тряпочка я считаю что в подготовке к серьезному курсу очень важна каждая мелочь эта мелочь является такая хлопчатая бумажная тряпочка вы можете ее использовать я показываю размер размер должен быть чуть больше наверное вот экрана моего это размер носового мужского платка можно побольше такую тряпочку нужно слегка намочить обратить внимание на практически сухая если вы ее намочите сильно она у вас не будет выбирать с нашей пяточки кисточки воду вспомогательную тряпочку вы складываете таким образом чтобы у вас около палитры всегда она лежала с правой стороны вот таким образом дело в том что когда мы рисуем и если мы начинаем мокрые кисточки рисовать набираем красочку вода уходит в пяточку кисточки вот сюда и потом возвращаясь оставляет пятна на бумаге во избежание этого мы будем вытирать кисточку если мы возьмем много краски на кисточку мы тоже уберем чтобы не было такой шишкой висячей а также нам нужно если нечаянно мы испачкаем металлический ригелек и ручку у художника эта деталь не должна быть всегда чистая не испачканная поэтому если вы испачкали постарайтесь берите вот так таким образом и протирайте свой металлический ригелек влажная хлопчатая бумажная тряпочка вас будет спасать в ваших каких-то затруднительных моментах и я желаю вам успеха кроме того кроме резиночки вот резиночка я уже показала у меня еще есть ватная губка которая нам может пригодиться плоская кисточка нам может пригодиться для набрызга снегом будем делать набрызгом если вы не найдете плоскую кисточку но я думаю они есть у вас можете воспользоваться еще старой зубной щеткой для набрызга и я не знаю понадобится ли нам вот такую вот поролоновая губка сейчас поскольку мы можем дополнительно что-то украсить золотом или серебром акриловым где-то припорошить снежок то есть каждую работу мы сейчас видим в начальном этапе а когда мы с вами начнем наш курс нам понадобятся все наши такие ресурсы которые будут нужны в показе какого-то дополнительного бонуса и я думаю что губка это достаточно просто взять с кухни губку оторвать от нее абразив эту губочку нарезать на квадратики три на три сантиметра вам они будут помощниками в таком нужном деле как занятие рисованием дорогие друзья надеюсь что я вам все рассказала показала и вы будете полностью готовы к началу прекраснейшего авторского курса открытки зимы жду вас с большим нетерпением жду начало нашего прекрасного курса с вами была Зинаида Голубева субтитры